Итак, вчера в игре открылась сложность сумрачного налёта Грандмастер. Как я и говорил в прошлом ролике, это сложнейшее ПВЕ-испытание в игре. И в этом сезоне в нём стало возможным получение особых легендарных пушек, адепт версии пулемёта, рой, револьвера палиндром и автомата цена тени. Подробнее об этом в предыдущем ролике, так что посмотри его, если не в курсе вообще, что такое Грандмастер. На этой неделе падает только пулемёт рой и новый мод адепт крупные цели. Так что сегодня поговорим об этих наградах, перках на пулемёт и о моих впечатлениях от самого Грандмастера в целом. Но сначала небольшое сообщение от спонсора видео. Страж, если твоего времени не хватает, напарники подводят или их нет, а иметь экзоты легендарки и триумфы очень хочется, советую хороший сайт dwing.net. На сайте появились услуги по сезону «Избранный», испытания Сириса, рейдсклеп глубокого камня, железное знамя, гранатомёт, залп мародёра и экзот «История мертвеца», печать сезона, а также многие другие вещи, которые могли бы тебя заинтересовать. У ребят есть всё, а если нужно что-то необычное, всегда можно сделать особенный заказ. Это хороший способ сэкономить свои время и нервы, и просто играть в игру в удовольствие. Сайт работает давно, есть много отзывов клиентов и способов оплаты. Всё можешь проверить сам. А по коду «ТриплВайп» действует 15% скидка на все услуги. А если не разобрался или остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Теперь назад к видео. Что ж, грандмастер этой недели налёт «Логова дьяволов». Налёт из первой части. И по правде говоря, ещё до старта грандмастера мы с командой предполагали, что этот налёт окажется довольно сложным. Особенно из-за его комнаты со взломом лазеров и тремя волнами врагов. На деле же всё оказалось довольно по силам, и мы быстро расправились с налётом. Потом ещё раз, потом ещё, и ещё, в общем, да, я впервые фармил грандмастер. Вот уж не думал, что так получится. Раньше я закрывал ГМ один раз, и всё. Больше никогда туда не возвращался, забывал как страшный сон. А теперь вполне себе комфортно пробегали. Возможно, дело в конкретном налёте. Возможно, в мотивации появилась новая награда. Но на каком-нибудь сейбер падших, вероятно, я получу таких лещей, что снова откажусь от идеи повторных забегов. А пока, почему бы не сформить себе несколько пулемётов и модов. Правильно? И кстати, да. Награды падают не гарантированно за платину. То есть, даже если вы убьёте всех чемпионов, и в финале вам игра сообщит, что это платиновое прохождение, это не гарантирует новый мод и адепт пушку. Мне вот именно за первое прохождение не упало ни оружие, ни мода. Представляете мои эмоции. Но зато, за такое прохождение гарантированно вы получите высший осколок, что тоже хорошо. Пулемёт Рой я получил не в лучших версиях. Ни один из четырёх я не могу назвать годным по перкам. Но ещё не вечер, сформлю. Однако, для того, чтобы составить впечатление от пулемёта, этого будет достаточно. Итак, пулемёт 360-го архетипа. То есть, скорострельность тут один в один, как на моём любимом пулемёте Семи Серафимов. И я бы сказал, что это офигенная ему замена. Да только вот, менять толком не обязательно, раз санцет отменили. Но всё же, этот пулемёт мне дико понравился. Особенно с перком Стрекоза, который с модом на усиление тут работает настолько мощно, что можно красить пулемёт в какой-нибудь голубой цвет и называть его легендарной версией Владыки Грома. Он отлично показывает себя в ПВЕ. И не только в базовых активностях, но и во вполне сложных заданиях. Только важно помнить, что каким бы крутым не был пулемёт, он не предназначен для того, чтобы вы наносили им урон по боссам. Не расстраивайте меня и своих тиммейтов, используйте пулемёт правильно. Для урона возьмите ракетницу, меч или гранатомёт. Это же оружие, которое стоит использовать, чтобы быстро зачистить комнаты, отбить волны противников и так далее. И для наиболее эффективного использования, давайте поговорим о том, какие перки ему нужны. Гофрированный ствол и тактический магазин. Они придадут устойчивость и управляемость пулемёту. В дальности стрельбы он особо не нуждается. И не только если говорить о таком вот ролле с кучей ренжи. Ну а тактический магазин увеличит боезапас и даст небольшой прирост скорости перезарядки. На пулемёте нельзя получить перк на автоподзарядку, что конечно минус. Но вот такими перками в базовых колонках мы сможем слегка упростить себе перезарядку. В предпоследней колонке можно получить изгой, как раз на всю ту же подзарядку. Либо, как мне кажется, круто будет получить перк излишки. Универсальный перк, который работает с большинством билдов на любой класс. И хоть он в каком-то смысле не активен всегда, он всё же может действительно помочь вам в сложной ситуации. Что касается последнего перка, то тут бы я советовал либо перк один за всех, который может дать прирост к урону в 35% и который на скоростном оружии типа пулемёта как раз очень удобен. Или же, как я сказал ранее, мне действительно нравится стрекоза. Пулемёт стреляет довольно медленно и его легко контролировать. Так что при стрельбе по головам соперников, вы будете с этим перком невероятно эффективно зачищать большие толпы врагов. Ну и все же любят это ощущение от взрывов, правда? Так что гадрол на этот пулемёт будет выглядеть вот так. Гофрированный ствол, тактический магазин, излишки или изгой и стрекоза или один за всех. Что же касается адепт модификаторов, я бы поставил мод на увеличение ёмкости магазина или на скорость перезарядки. Оба эти мода полезны для пулемёта и конкретно для роя. Ну и кроме того, обязательно прокачайте свой пулемёт до абсолюта, чтобы поднять его общие характеристики. Новый же мод, адепт крупной цели, я так и не получил. Но, по правде говоря, когда я его выбью, я бы лучше подтестил его не на пулемёте, а на мече. Благо, в испытаниях Асириса можно будет дождаться адепт меча. Только сначала нужно дождаться самих испытаний, да. Но в чём его главное преимущество? В том, что он по сути объединяет в себе два обычных мода. Мод для урона по боссам и мод для урона по мощным противникам. Так что теперь при использовании этого мода на вашем адепт оружии, вам не нужно будет переключать модификаторы в зависимости от ситуации. Достаточно просто одного адепт крупной цели, и баф к урону всегда будет при вас. Что немаловажно, это поможет и при уроне по чемпионам. Что, безусловно, полезно в прохождении того же сумрачного налёта. Так что мне очень понравилось, что такие моды, меняющие способ игры, появляются в игре. Приятный сюрприз. Теперь ждём ещё больше адепта оружия в следующих сезонах. Какую-нибудь ракетницу, например, или снайперскую винтовку. Под этот мод просто отлично зайдёт. Что же, в общем, до Грандмастера... Невероятно, но мне и правда в этот раз понравилось его проходить. Как я сказал в начале, мы слегка форманули этот страйк, и не могу сказать, что это было просто 5 часов превозмогания лютого. Нет, всё вполне по силам. Обманываться только вот не надо. Грандмастер не стал вдруг простым. Мы пару раз всё же отлетали всей командой на орбиту, как только позволяли себе расслабиться и теряли бдительность. Тут всё ещё очень важно, что вы берёте из снаряжения. Как используете способности и как играете в команде. Но эта тактическая игра мне очень по душе. Кажется, нашлась такая золотая середина между сложностью, вот этой хардкорностью и интересом. Нет какой-то демотивации от поражения. Так что собирайтесь, проходите и получайте крутое оружие и впечатление. А у меня на этом всё. До связи.